Всем привет! Я приступила к еще одной модели ножен. Принесли мне вот такой нож. Здесь уже есть деревянные ножны, которые сделал мастер по дереву. Все красиво, все прекрасно. Одна проблема, что нож нужно как-то взять с собой, повесить на ремень. И не знаю, там взять на охоту или куда вы ходите, да, дяденьки? Куда вы, парни, ходите? Короче, вот. И теперь мне нужно продумать вот эту оставшуюся задачу. Мне нужно сделать поверх вот этих ножен. Придется закрыть всю эту красоту, но придется их обшить сверху кожей. И уже из кожи сделать подвес, перехваты. И, то есть, недостаточно мне просто обшить вот эту часть. Все равно задача сделать так, чтобы ножны можно было повесить на ремень. И поэтому первое, что мы придумали, это мы возьмем отделочная кожа. У нас будет теленок коричневый. Вот сюда сверху. Но теленок мягкий. Вот такой он мягкий. И кожа хромового дубления, она хороша для того, чтобы обтянуть какую-то деталь, какой-то элемент. Она мягкая, да, она вот послушная. Но из нее не будешь делать подвес, жесткие какие-то перехваты. То есть, нужно что-то еще. Поэтому мне приходится опять использовать кожу растительного дубления в качестве основы. Скорее всего, сейчас уже все это будет очень толсто. Но я не вижу другого выхода. Недостаточно просто сделать вот здесь, допустим, вот эту часть, например, из теленка, да, вот этого коричневого. То есть, а все равно мне нужно сюда какую-то стеночку вывести вот на эту рукоятку. И к этой стеночке пришивать уже все, ну, короче говоря, как они называются, держалки, в общем, все. Короче, я изобрела тут сложную выкройку. Крутила-крутила, крутила-крутила, и вот такая у меня получилась выкройка. Она получилась вот такая. Поскольку, опять же, ножи, видите, я вот тут снимаю, чтобы по мне тряслась камера, на молотке. Иногда он попадает в кадр. Но это чтобы камера была более-менее устойчива, чтобы не было дрожания. В общем, смотрите, видите, вот это опять у меня проблема. То есть, обернуть не получится. Мне нужно так обернуть, чтобы еще формировать дополнительно вот здесь. И вот так я выстроила выкройку. Вот здесь у меня образуется лишнее. То есть, скорее всего, это будет какая-то щель. Я попробую здесь какой-нибудь декор сделать, да? То есть они у меня получаются вот так будут погружены. А вот эта часть, вот эта задняя стеночка, на ней будет вся, ну, все хозяйственные дела. То есть подвес, и все, на ремень. Вот тут широкий подвес. А вот эти перехваты, они у нас будут фиксировать в месте, где вот здесь на ноже углубление два. Вот в этом месте я их и выстроила, чтобы они фиксировали нож в ножнах, не давали им выскочить. И второй вот такой сделала. И при том, чтобы хвостик, рукоятки торчал, чтобы хотя бы, чтобы потом же, опять же, кожа, ну, удобно было достать. Ну, допустим, расстегнул человек, да, на поясе эти кнопки. И вот хотя бы потянул и уже достает. В общем, вот эти вот ножны деревянные у нас останутся. Так вот, с щелчком. Чтобы не порезаться аккуратно. Ой, слышите, щелчок был. В общем, вот эти у нас, получается, мы их сюда спрячем. Вот так. И все это обошьем кожей. Придется мне все-таки обшить кожей растишкой, повторяюсь. И сверху еще дополнительно вот этой. Ну, я пыталась продумать момент такой, чтобы, например, вот это вот обшить хромом, да, коричневым теленочком. А вот отсюда как-то запустить плотную, ну, то есть плотную кожу поставить. Но мне кажется, она потом будет все равно сгибаться. Поэтому мне нужно будет либо вот эту всю стеночку сделать плотной, либо я уже сейчас вырезаю полностью вот такую деталь. Вот этого паучка, такого чудесного. Вот я уже положила все это, обрисовала на коже. Сегодня даже прям не рассказываю вам, не учу, да, а именно показываю сложности свои. Еще даже не знаю, с чем столкнусь по ходу. Видите, у меня лишнее вот здесь вот есть. Вот здесь вот лишнего. Вот здесь вот лишнее. Вот это место я бумагу так прикладываю. Здесь у меня как выточка образовалась. Но попробую поиграться. Даже не понимаю, что как вот тут я буду все это обрабатывать, вот эти все сложные места. Вот, сейчас попробую тут все это завальцевать, чтобы было гладко. Будет ли это удобно, пока не понимаю. Но, короче, вот такие вот нарисовала такую выкройку. Давайте посмотрим, что получится по ходу, да? Что гадать, надо пробовать. Все, поехали. Игорь Негода. Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...